Всем привет! Нани гламурный влог. Я сейчас пришла в какой-то абсолютно рандомный двор, просто села напротив какого-то дома на какую-то лавочку. И взяла с собой камеру, потому что мне казалось, что если я поговорю с вами, то мне как-то станет легче, потому что сегодня у меня просто уже поехала крыша окончательно. Я не знаю, я уверена, что это нормально, у всех бывают такие дни, но, блин, реально тяжело. Я не хочу пракать, не хочу плакать, не хочу... Ныть, просто я хочу перед вами быть честной, я не хочу рисовать картину какую-то идиллии, которой на самом деле не существует. Реально мне тяжело с маленьким ребенком, особенно тогда, когда я нахожусь дома полностью одна, и когда он неспокойный, когда он не спит, и только его ложь, он просыпается, ты постоянно его таскаешь на руках, покормил. Он вроде хочет спать, только ты его положил, он опять не спит, и, короче, вот так вот 24 часа, и реально то, что не хватает времени пойти там в туалет. Я не говорю, что у всех молодых мам такая же история. Есть такие мамочки, которые все успевают, прекрасные, они прекрасно выглядят, и они прекрасно готовят, и убирают, и дома, и с мужем у них все отлично, и ходят на какие-то рестораны, ивенты, и без помощи справляются. Я не такой человек, мне реально тяжело, и, конечно, это очень большой, большая нагрузка, большая ответственность, большая, ну, как бы, такая ответственность, которую ты несешь, понятное дело, и ни в коем случае я не хочу сказать, что я там как-то разочарована или еще что-то. В общем, я сейчас говорю какой-то невнятный бред. Надо мне постараться успокоиться, у меня просто уже реально, мне кажется, нервный срыв, потому что Левчик был очень неспокойный, я, видите, выгляжу просто как кусок говна. Тяжело, и я уже вышла из дома, просто когда пришел муж с работы, и я уже говорю, все, мне нужно просто хотя бы проветриться, мне нужно хотя бы хоть как-то отвлечься, потому что я уверена, что женщины, которые никогда не имели еще пока детей, вряд ли меня поймут, потому что я сама бы не поняла. И мне моя мама неоднократно говорила, что, блин, ты в туалет не сможешь сходить, потому что у тебя тупо не будет времени на это. И я ржала и говорила, да, конечно, блин, ну это какой надо быть вообще криворукой, чтобы не было времени тупо сходить в туалет и помыться, поесть завтрак и так далее. Ну, в общем, я сама стала такой. И вы можете, конечно, сказать, особенно те, кто смотрит мои инстасторис, потому что там я постоянно выкладываю, вот, свекровь приехала, да, там, мама посидела с Левчиком, разрешила мне сходить на маникюр, разрешили мне сходить на лазер, я, естественно, ценю эту помощь, очень ценю, но когда я нахожусь дома одна, и когда я сижу с Левчиком полностью одна, и помочь мне некому, мне реально тяжело. И, в общем, в итоге сегодня у меня случился полнейший какой-то коллапс, мне просто не... у меня реально сложно, в общем. Я не прошу вас никакого сострадания, я не прошу вас, опять-таки, я уверена, что начнут писать сейчас, ты, блин, постоянно только жалуешься, у тебя какой-то пессимизм, да, хотите называть меня пессимистом, окей, пожалуйста, просто я... меня бесит эта вся наигранная какая-то вылизанность, которая на экране одно, в реальной жизни другое, я не говорю, что все такие, но я такой никогда, может быть, когда-то и была, когда я только начинала свой канал, но сейчас я точно решила, что я буду такой, какая я есть, настоящей, и если кому-то это не нравится, ну, что поделать, насильно мил не будешь, но изображать из себя такую идиллию, да, я стараюсь, я по максимуму стараюсь тоже что-то делать, снимать какие-то видео, но очень часто все, что ты, блин, хочешь, идет не по плану, в общем, ты ничего, я ничего, я не говорю, что ты ничего не сможешь планировать, потому что я не хочу никого пугать, мне многие там пишут в инстаграм, ой, я хочу, типа, мы хотим иметь ребенка, но я боюсь, что я не справлюсь, ребята, у всех все по-разному, все люди разные, кто-то более хозяйственный, кто-то менее хозяйственный, кто-то более истеричка, я, например, кто-то менее истеричка, да, и ни в коем случае не надо думать, что у всех так будет, у всех все бывает по-разному, я говорю, что кто-то успевает и в салон сходить, и быть супер счастливым, и в зал сходить, и похудеть, и выглядеть прекрасно, а мне постоянно пишут, блин, ну ты себя запустила, ну, блин, ты вообще уже не то, что раньше было, да, блин, я реально себя запустила, потому что у меня нет тупо времени реально в душ сходить, голову помыть, ну, вот такая вот, такие вот реалии, что могу поделать, и, короче, просто хочу выговориться, я не знаю, я вообще не знаю, выставлю я это видео или не выставлю, потому что я просто разговариваю сейчас сама с собой, мне реально вот ни с кем не хочется говорить, абсолютно ни с кем, кроме как выговориться на камеру, но я надеюсь, что это... Такой мимолетный, блин, срыв, который... Который пройдет и все будет окей, я уверена, что все будет окей, уже, может быть, через полчаса я буду, блин, ржать над этим своим состоянием, потому что, ну, просто, блин, нервы уже не выдерживают, я понимаю, все там говорят, да, ты что, надо себя жалеть, или там, знаете, сейчас я уверена, мне напишут, надо быть спокойной, тогда ребенок тоже будет спокойный, ну, блин, когда он орет, когда он кричит, я не могу лично сохранять спокойствие, я вообще неспокойный человек, по сути. Короче, не знаю, я боюсь, что опять будет много хейта, короче, и всякой этой херни, потому что мне иногда кажется, блин, мои зрители, которые меня смотрят, меня не понимают, так нахера, блин, меня смотреть, если вы меня только осуждаете, нахрена, вот, просто мне хочется спросить. В общем, ладно, я не хочу заканчивать на позитиве, да, я закончу на негативе. Не хочу заканчивать на негативе. Все будет окей, все будет ха-ро-шо. Ну что, ребят, я уже дома, сегодня утро следующего дня, я все-таки решила не заканчивать на такой негативной ноте, хочу сказать, что все нормализовалось, спасибо большое моему мужу, который меня смог успокоить. Как видите, я подстриглась, если следите за мной в инстаграм, то вы уже видели мою новую прическу, это такое корено удлинение, вот. Так что, да, спасибо большое, что посмотрели это видео, я надеюсь, что вы его поймете, что вы меня поймете, что вы не будете меня осуждать, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой ютуб-канал, и, да, спасибо вам за то, что посмотрели это видео, как обычно, я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения, и мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! И еще, если вы долго не увидите видео у меня здесь на ютубе, это значит, что у меня нет времени, я замоталась с ребенком и так далее, и тому подобное, но я буду обязательно в инстаграме, так что заходите в мой инстаграм, я там каждый день.